Всем привет ребята, с вами снова я Хик и в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о тех самых фишках, секретах и крутых истерстях спидранеров по GTA San Andreas. Так как честно говоря меня уже заколебали эти вопросы постоянно на стримах и вообще где-либо, почему ты делаешь что или иное. Сейчас в этом видеоролике я вам все подробненько расскажу что, куда и зачем. Ну и перед этим ребятушки, все те кто играет в GTA San Andreas мультиплеер, заходите ко мне на резонный редрок, все ссылочки в описании, IP адрес там же. Также при регистрации вводите мой ник DennyHick, а также при достижении 6 левела вводите мой промокод HickFem и получайте крутые денежные бонусы на халяву. Все в ваших руках, регайтесь, ссылочки есть в описании. Ну а мы потихонечку переходим к основным и главным малозаметным фишечкам спидранеров по GTA San Andreas. В начале игры раннеру требуется взять оружие, непосредственно для того, чтобы в дальнейшем его использовать. Первое и самое главное применение для этого оружия являются преследователи баласы, которые едут на своей вуду и стреляют в нас. Просто мало кто знает, если вы вдруг убьете этих баласов, то самая главная катсцена, где свит уезжает от баласов, ее как бы не будет, что неплохо так экономит ваше время. Второе же применение используется на миссии райдера, сразу после первой. Вам нужно взорвать машину райдера. Многие спрашивают, для чего ты это делаешь? Объясняю, если не взорвать машину райдера, после парикмахерской у вас начнется обучение о том, что CJ нужно кушать. Разумеется, если мы прежде всего взорвем машину райдера, миссия будет провалена, игра будет думать, что вы уже проходили эту миссию, так как она была провалена. Тем самым игра позволит вам пропустить обучающую часть. Вы экономите время на катсцене. Вот вам видео сравнение, насколько этот эконом происходит. В-третьих, миссия Clean the Hood. Там, где нам нужно разобраться с наркодилерами. Согласитесь, куда проще будет выстрелить в них, нежели драться с ними в наркопритоне или возле этой вот лужаечки. Просто выстрел, вы сделали все быстро, завершили миссию. Вот как раз для этих трех случаев в начале игры мы и берем с вами пистолет у полицейского. Вторая и немаловажная часть это реплеи. Это отдельная вообще, ребята, история. Многие не понимают, почему во время рана в том или ином случае юзается реплей. Внезапное появление картинки, what такая вот. И вы не понимаете, типа, что происходит, куда я попал. Сейчас постараюсь объяснить, для чего это делается и где нужно применять реплеи. У реплеев есть всего два назначения. Во-первых, это чертовски долгое затухание перед самой миссией. Когда вы наступаете на красный маркер, у вас происходит затухание камеры. То есть вы входите в миссию. Если преждевременно нажать реплей, то этого долгого чертовски в некоторых миссиях затухания просто не будет. Вы его сбили реплеем. Тем самым, быстрее начали следующий этап миссии. Вообще, рекомендую всем и каждому, если вы занимаетесь спидранами, юзать реплей перед каждым входом в миссию. Так как практически везде есть это зловещее затухание, которое так или иначе возьмет ваше время. Но также стоит помнить то, что чрезмерное использование реплеев грозит тому, что, скорее всего, игра у вас может вылететь или застрять на одном моменте. Просто я вас предупреждаю, что такая вероятность есть. Второе применение реплеев это спаун автомобилей. Если вы юзаете реплей и в этом реплее есть какой-то вид транспорта, например, мотоцикл или какие-нибудь дорогие спортивные кары, которые так или иначе помогут вам в перемещении и в быстроте самого рана, вы юзаете этот реплей и есть шанс того, что именно тачка, которая была в реплее записана, она заспамится на улицах вашего города. Вот такая странная и интересная полезная механика у реплеев. Я не знаю почему, но именно в конце я решил вам рассказать то, как нужно и где нужно активировать реплеи. За активацию реплея отвечает клавиша F3 на вашей клавиатуре, а за запись реплея отвечает клавиша F2. Но стоит помнить, что именно на определенных миссиях, где катсцена является короткой, нужно как раз таки записывать реплей. Например, на миссии с граффити. После того, как вы закрасили последнюю граффити на крыше, к вам приезжает свит и срабатывает катсцена о том, что свит сам приезжает. Вы сразу же после того, как катсцена пройдет, вы нажимаете F2. Хоп, вы записали реплей, отлично. Далее клавишу F3 мы просто его используем. Запомните, чем быстрее вы нажали клавишу F2 после катсцены, тем короче будет ваш реплей. Непосредственно в будущем вам это очень сильно сократит время. Вот собственно, по этим причинам раннеры используют реплеи. Идем дальше. Третья фишечка, это работа с трафиком. Многие спрашивают на стримах, почему ты дергаешь, черт возьми, камерой, как же ты бесишь, черт возьми. Настало время вам объяснить, для чего же это делается. Для диспавна трафика, для диспавна абсолютно всего, что вы видите у себя перед глазами. NPC и автомобили являются самой главной проблемой спидраннера в его, так сказать, маршруте. Именно для этого раннеры дергают камеры вверх-вниз, чтобы задиспавнить весь трафик, который присутствует непосредственно впереди него. Он как и может и задиспавнить трафик, то есть полностью убрать все машины, так может и наоборот заспавнить перед собой машины. Это как бы палка о двух концах, то есть вы можете сделать для себя и хорошо, если вы будете дергать камеру очень быстро, то машина не появится перед вами. А если вы будете это делать медленно, не спеша, то разумеется датчик будет еще больше перед вами. Так что нужно именно дергать камерой, и только так получится заспавнить большую часть автомобилей. Почему раннеры стреляют в тренера? Да, на миссии девятки и калаши раннер стремительно, но верно, стреляет в своего тренера Эммета. Некоторые считают, что это делается для пропуска кассен, диалогов, но на самом деле это далеко не так, и диалоги пропускаются немного по-другому. Но в данном случае раннер стреляет в Эммета, да и вообще в окружающих, в автомобиле, в пешеходов, для того, чтобы прокачать скилл. Скилл на оружие. В данном случае это пистолет. Учитывая то, что в этой миссии пистолет бесконечный, его можно прокачать, чтобы достичь уровня киллера. А в свою очередь уровень киллера позволяет нам просто легче ставить хедшоты, NPC, и вот и все. Этот же прием используется на миссии воссоединения семей. Когда нам предоставляется возможность пострелять с АК-47, раннер, конечно же, стреляет в свою машину, в машину полицейских, чтобы качнуть скилл АК-47 до уровня Хитмена. Механика игры просто работает так, что вы должны именно наносить какой-то урон тому или иному, чтобы ваш скилл повышался. Вроде бы с пистолетом понятно, для чего это все делается, чтобы ставить изящные хедшоты, но в случае АК-47 это делается в дальнейшем, в будущих миссиях, для того, чтобы просто им слайдить. Например, как на зоне 51, миссия Black Project, или как миссия Stoneway, где вы можете без труда с помощью слайда сделать хедшот парню с парашютом и удачно завершить миссию. Слайд. Хик, как ты скользишь? Еще немаловажная часть, я не сказал бы, что она является слишком какой-то загадочной такой фишечкой, но так или иначе, очень много людей спрашивают, мол, как его делать, что ты нажимаешь, для чего это делается. Сейчас на самом деле очень много видео по туториалу, как сделать слайду GTA San Andreas, но если вам этого недостаточно, я сделаю свой. Сейчас видите, у меня на жарке клавиш, которые я нажимаю. Во-первых, для всего слайда вам нужно включить ограничитель кадров, это делается в настройках дисплея дополнительно, и ограничитель кадров у вас всегда должен быть включен. Если у вас бутон выключен, вы слайд сделать не сможете, как бы вы ни старались. Окей, включаем элемент кадров. Окей, все хорошо. У нас типа 30 фпс, на игру ранить надо 25, в общем разницы нет никакой. Итак, чтобы делать слайд, вы должны нажать сочетание клавиш, которые сейчас видите на экране. Я это еще в момент замедлю, чтобы вы более подробно поняли, как это делается. Оп, и у вас происходит слайд. Да, пока с баллончиком. Вообще слайд делается с любым двуручным оружием, то есть баллончик, если когда так делается, то есть он по сути является как двуручным оружием. То же самое есть и с дробовиком. Абсолютно то же самое действие, абсолютно те же самые клавиши. Хоп. 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 Разумеется, все это будет в замедленности, чтобы вы понимали, что я нажимаю сейчас. Слайд с ящиками. Применяется в одной из некоторых миссий для спидрана. Ограбление ветерана. Окей, как же слайдить с ящиками? Мы подходим к ящику, нажимаем Enter. И те же самые сочетания клавиш, только уже с ящиком. Ничего в этом плохого нет. Также слайд можно делать и с миниганом. Обычными нажатиями клавиш, которые я нажимаю для слайда, сделать слайд с миниганом, к сожалению, никак нельзя. Но если у нас есть двуручное оружие, например, как АК-47 или снайперка, слайд с миниганом все-таки возможен. Чтобы нам сделать слайд с миниганом, нам потребуется нажать следующее сочетание клавиш. Во-первых, мы должны взять либо АК-47, либо саму снайперку для этого. И перед тем, как делать слайд, вам нужно попасть в тот самый тайминг, когда СиДжей именно садится. Садится. Хоп! То есть вы понимаете, у меня изначально был АК-47. Я присел и в этот момент просто свапнул на миниган. У нас получается слайд с миниганом. И еще раз. АК-47 в руках. Я нажимаю на клавишу присесть и свапаю. Миниган в этот момент, в тот момент, когда СиДжей начинает присаживаться. И получается слайд с миниганом. И еще одна, самая последняя, не менее важная фишечка всех спидраннеров по GTA Sunrise. Это скип анимации телефонного звонка. То есть после того, как СиДжей кладет трубку, проигрывается анимация. То, что он ее кладет в карман, что ли. Но раннеры используют такой баг игры, что если СиДжей падает с какой-то поверхности, у него сбиваются абсолютно все анимации. Именно поэтому после миссии Drawf Try, спидраннер не спешит заходить сразу на красный маркер. Он сначала дождается телефонного звонка, подходит к крыльцу дома свита. И в момент скипа телефонного звонка, сбивает анимацию тем, что он просто слегка падает с порога крыльца. То же самое происходит на миссии Пылающая Страсть. Точнее, перед нею. Фаннер прекрасно знает, что впереди его ждет два телефонных звонка у Джилока. И это непосредственно самих Краш. Он выходит из машины, дождается телефонного звонка. И, внимание, он запрыгивает на машину, чтобы после того, как телефонный звонок прошел, спрыгнуть с нее. И тем самым анимация сбилась. И причем, после второго телефонного звонка, он делает абсолютно то же самое. В общем, сбивайте анимации телефонных звонков, экономит 2-3 секунды. Пользуйтесь. И, по-моему, если мне не изменяет память, то я рассказал абсолютно о всех маленьких фишечках, которые применяются в спидранне. Возможно, вы их часто не замечали, возможно, не акцентировали на этом внимание, но они есть. Вот такие вот маленькие фишечки хитрости, которые раннеры юзают, но должной огласки этим маленьким фишечкам все-таки нет. И я решил сделать просто какое-то одно видео по вот этим маленьким фишечкам. Надеюсь, оно для вас было интересным, продуктивным и информативным. Если это так, то не забудьте, пожалуйста, под этим роликом поставить лайк. Я буду вам очень сильно всем благодарен. Так что пишите свои комментарии. И если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал. Здесь очень много интересного контента по GTA San Andreas. Так что давай подписывайся. И мы услышимся с тобой в следующем видеоролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok